Менсионер из города Алга Актюбинской области придумал умный дом и чудо-технику для сельского хозяйства. У себя во дворе изобретатель-самоучка Виктор Ковалев соорудил витриную мельницу, которая дает электричество, дробит зерно и качает воду. В гостях у алгинского Кулибина побывала Лейла Адельшинова. В доме Ковалевых все автоматизировано уже с порога. Говорящие часы, лампочка, зажигающаяся от хлопка в ладоши, измеритель скорости ветра, сигнал для подвала в случае затопления и многое другое. Всю чудо-технику Виктор Пантелеевич придумал и соорудил вместе с сыном. В умном доме пенсионер живет вместе с супругой. Татьяна Сидоровна уже оценила удобство изобретений. Что мне надо, я его спрашиваю, он и делает, все делает. И нравится, конечно, без него я бы не сделала это ничего. Еще мальчишка Алгинский Кулибин любил мастерить. Увлечение пригодилось пенсионеру в середине 90-х, когда вся область испытывала перебой со светом. У себя во дворе из металлолома умелец соорудил мельницу. Универсальный ветрогенератор не только вырабатывает электричество, но и выполняет еще несколько полезных в хозяйстве функций. Деремень, вальцовка, наждак, 12 вольт. Еще у меня здесь затея такая. Для полива огорода сейчас очень тяжело с водой пробурить эту самую колонку и поставить насос. Гордо семьи Ковалевых военная полуторка автомашина ГАЗ-ММ 1942 года выпуска. На ней Виктор Пантелеевич катает ветеранов на 9 мая, ездит на дачу и возит грузы по городу. На этой машине когда-то вернулся с фронта житель соседнего поселка. Со временем от нее остался только движок, кабина и рама. Виктор Пантелеевич их выкупил, собрал и дал грузовику вторую жизнь. На своей полуторке пенсионер даже снялся в военном фильме и не раз участвовал в праздничных парадах. Войну она прошла. Самая была надежная машина по Ладожскому озеру Клининграду во время блокады по льду она ездила, доставляла продукты. Несмотря на свой преклонный возраст, умелец из Алгини перестает удивлять соседей. Но все свои изобретения, как признается Виктор Ковалев, он делает не для себя, а для будущего поколения. Лейла Дельшинова, Александр Степаненко из Октюбинской области. Лейла Дельшинова, Александр Степаненко из Октюбинской области. Лейла Дельшинова, Александр Степаненко из Октюбинской области.